Приветствую! Менее часа назад на сайте Кабинета Министров Украины появился текст постановления номер 12.12, которым вносятся изменения в правила пересечения государственной границы, а если быть точнее, в пункт 2.1. И там исключается из перечня документов, которые подтверждают инвалидность человека во время пересечения границы, исключается справка МСЭК. То есть теперь при выезде из Украины по справке МСЭК человек выехать уже не может. Как и если мы говорим о сопровождении инвалида, то подтвердить инвалидность уже невозможно справкой МСЭК. А что осталось? Какие документы нужны? Остался следующий перечень документов. Первое. Это удостоверение лица с инвалидностью. Второе. Пенсионное удостоверение. Третье. Удостоверение о назначении социальной помощи, которая людям назначена в соответствии с законом о детях с инвалидностью, а также в соответствии с законом о назначении соцпомощи людям, которые не имеют права на пенсию. При этом в данных удостоверениях должна быть указана группа инвалидности и причина инвалидности. Также документом, подтверждающим инвалидность, может быть справка для получения льгот инвалидам в том случае, если этот человек не имеет права на пенсию. Друзья, еще раз подчеркиваю, вывод. Вот. Справку МСЭК по сути отменили. То есть как документ, позволяющий выехать из Украины, справка МСЭК теперь отменена. Вопрос, конечно, остается какой? Как быстро это правило заработает на границе? И мы знаем по опыту постановы 10.44, которая заработала в течение двух дней. То есть если сегодня еще можно выехать, возможно завтра, то есть первого числа еще можно будет выехать. А дальше, конечно, большой вопрос. Поэтому, друзья, если вы планировали поездку там на ближайшие 3-4 дня, то я думаю уже будет поздно. И большой риск, что вы не сможете выехать. Соответственно, что нужно делать? Нужно идти и получать один из тех документов, о которых мы сказали выше. Естественно, это означает, что ваша поездка откладывается на какой-то период. И, скажем, если мы говорим о пенсионном удостоверении, то его получать можно и месяц, и два. И, опять же, надо понимать, что сейчас много людей ринутся подавать заявки на получение этих документов. Соответственно, нагрузка вырастет. Соответственно, скорость выдачи этих документов замедлится. Поэтому в очередной раз государство ничего хорошего нам не преподнесло. А продолжает преподносить такие вот неприятные сюрпризы. Единственная, конечно, есть надежда, что, возможно, они хотя бы дадут какой-то период, в течение которого еще будут выпускать людей из Украины по справке МСЭК. Потому что, понятно, многие же купили заранее билеты, должны были ехать. И вот вам сюрприз такой, конечно. Ну, спасибо, дорогое государство. Да, мы уже привыкли, наверное, к этому. Друзья, на этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok